Первоуральску выделят почти в два раза больше средств на ремонт и благоустройство пешеходных переходов рядом с учебными заведениями. Такое решение приняли члены областной комиссии, которая сегодня побывала в нашем городе. Ее возглавил единоросс Виталий Крупин, курирующий федеральную программу «Безопасные дороги». Вместе с сотрудниками ГИБДД, местными чиновниками и депутатами народный избранник провел рейд по пешеходным переходам города. Первая остановка – пешеходник Новотутина напротив 21-го лицея. Сотрудники ГИБДД сразу отмечают, здесь необходимо дополнительное освещение, чтобы сделать переход безопасным в темное время суток. Еще одно замечание к зебре – полос практически не видно. А к этому пешеходному переходу около седьмой школы у комиссии замечаний нет. Установлены знаки и компосигналы, разметка четкая. Уже не первый год пешеходные переходы в нашем городе приводят в порядок в рамках федеральной программы «Безопасные дороги». Ее главная цель – снизить аварийность на проезжих частях. Здесь есть понимание, как что делать, есть энтузиазм. Самое главное – теперь уже есть деньги. Потому что одного энтузиазма без денег мы знаем недостаточно. Поэтому за Первый Уральск у меня сердце спокойно. Мы просто в плановом режиме продолжаем выполнять свою работу, контролировать этот процесс и выполнять мероприятия по обустройству пешеходных переходов. Проект по благоустройству пешеходных переходов возле образовательных учреждений в Первый Уральске идет с 2016-го. Ежегодно город получает по 22 миллиона рублей на необходимые работы. Однако сегодня члены комиссии решили направить в наш городской округ дополнительные средства за успешную реализацию программы. «Нашему городу повезло. И как вот сказали, что городу Первый Уральск выделено дополнительно 20 миллионов 500 тысяч на реализацию этих мероприятий. То есть дополнительно сверх того, что мы уже запланировали сделать». Получается, что в этом году на ремонт пешеходных переходов у школ и детских садов потратят больше 42 миллионов рублей. То есть почти в два раза больше плановой суммы. «Дополнительные деньги позволят привести в порядок больше пешеходных переходов и тротуарных зон, ведущих к школам и садикам». «В данном случае вот этот, у меня больной вопрос, жители бульвара юности. То есть я здесь стал на сторону жития, как бы добиваясь дополнительного финансирования и все-таки ремонта дорог. Кстати, это также относится к безопасности движения, потому что рядом школьный тротуар, по которому ходят те самые школьники». Основная часть ремонтов пешеходных переходов стартует в мае. Закончить работы должны к первому сентября. Вера Пережогина, Никита Нехорошков и Михаил Пиранков. Служба народных новостей.